Несколько десятков человек и их лохматых питомцев собрались, чтобы пообщаться, обменяться секретами воспитания своих любимцев и принять участие в довольно необычном мероприятии, которое организовал один из столичных журналов. Впервые в России проводится такое мероприятие. У нас день серфовой собаки. Dog Surf Day. То есть в общих словах, как объяснить, у нас есть серферы, команда серферов профессиональных решили совместить несовместимое и устроить вот такой грандиозный праздник. То есть на радость собакам, людям, серферам и просто провести прекрасный день. Центральным мероприятием программы был конкурс костюмов. В нем строгая жюри оценивала как общую гармонию хозяина и собаки, так и оригинальность в выборе костюма. Кроме того, лохматым питомцам необходимо было продемонстрировать свои умения в выполнении команд. У кого-то в выучке было минимум, а кто-то напротив показывал чудеса дрессуры. Ирина Школяр пришла на праздник вместе со всей большой семьей, мужем, родителями и племянниками. Ее питомцу, йокшеру Афине, полтора года. Наряды и на самой хозяйке, и на собачке смотрелись очень трогательно, за что пара и получила приз зрительских симпатий. Как заявляет сама Ирина, над костюмом думали недолго, помогло семейное увлечение. Любовь к Мексике и вообще к испанскому языку у моей семьи уже давно. Поэтому, когда мне сказали, что нужно быть в костюме и будет такой конкурс, то ничего другого у нас просто не пришло на ум. Конечно, это шляпы мексиканские, яркие. Мы даже хотели станцевать, но, к сожалению, не поставили музыку. В соответствии с серферской тематикой праздника, главной темой костюмов была морская. Моряки разных пород под аплодисментой публики демонстрировали свои наряды. Несмотря на то, что в конкурсе были определены победители, вкусные призы получили все участники. Члены жюри позже признавались, что отдать кому-то предпочтение было нелегкой задачей. Хозяева постарались на славу, и невозможно было выбрать. То есть даже мы старались ставить оценки за костюм, за костюм хозяева, за дрессуру, но все равно это было очень сложно. После конкурса гости и участники вышли на причал у озера. Здесь свои умения могли продемонстрировать немногие. Ньюфаунлен Герц и его хозяйка Елена Богданова занимаются спасением утопающих. Причем для Елены это хобби. Когда собака рядом с водоемом, она не сводит глаз с воды. Технология спасения отработана до мелочей. Собака подплывает к человеку, а вокруг дает ему возможность уцепиться за шлейку, которая у него в жилете. Вот, четыре ручки. Соответственно, человек хватается, и собака тащит его на берег. А затем в воде появился специально подготовленный утопающий, и навыки собаки можно было увидеть воочию. Несколько секунд собака подплывает к утопающему, подставляет ему свою спину, и уже держась животное, человек направляется к берегу. Некоторые другие питомцы, в основном принадлежащие серферам, демонстрировали свои умения в плавании на досках. Судя по их спокойствию, дело это для собак привычное. Те же, кто не столь дружен с водой, могли пообщаться в неформальной обстановке. Организаторы шоу обещают проводить мероприятия ежемесячно. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Ольга Садовская, Видное ТВ.